Доброго времени суток YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала. Я сейчас нахожусь в городе Новоуральске, недалеко от нашей городской церкви, если это можно так называть церковью. Это небольшой деревянный теремок. Собственно, это даже не церковь, наверное, Чесуня больше напоминает. У нас в городе больше церквей нет. И в округе есть старые деревни, есть прекрасные храмы, в частности, в городе Невьянске, прекрасный храм. Может быть, я его как-нибудь вам засниму и покажу. Я буду на этой теме останавливаться еще неоднократно. А тема, в общем-то, не о церкви, не об архитектуре, ну о церкви в частности, но не о архитектуре, а о верующих людях. Смысл вот в чем. Дело в том, что неоднократно встречаясь с людьми, то есть много-много у меня на глазах проходило пациентов, людей, каждый день, ежедневно, десятки людей, сотни, тысячи людей. Я, соответственно, принимал их. Многие из них, конечно, обсуждали вопросы веры, приходили люди ко мне с разными проблемами, ну и, соответственно, конечно, затрагивали вопрос веру, веру или неверую. Большинство людей, конечно, у нас верят в Бога. Ну, наверное, атеистов очень мало осталось. Советский Союз, его, значит, история привела к тому, что, конечно, зародился целый культ атеистов, атеизма, отсутствие какой-либо веры. Я сам верующий человек, верю в Бога. Но единственное, что, конечно, у меня очень много сомнений по поводу того, что из себя представляют люди, вера. Я очень многое подчеркнул не только из каких-то религиозных книг, догматов, типа Евангелия, Библии, Пятикнижия и так далее. Я читал философию Достоевского, философию Толстого, Ницше, Гегеля, Фройда, Фрейда. И я хочу поговорить о психологии верующих людей. У меня есть твердое убеждение, поскольку я реально с несколькими тысячами людей общался в своей жизни по профессиональной деятельности. Я хочу сказать, что верующие люди, к сожалению, на мой взгляд, или к счастью, это не очень добрые люди. Это люди, которые грешны, они ходят на исповеди, они чувствуют какие-то свои грехи, неудовлетворенность в своей жизни, ищут смысл жизни в Боге, ищут цель жизни в Боге, и, к сожалению, не находят его там в большинстве своем. И надо сказать, что общаясь с такими людьми, я убеждался неоднократно, десятки, сотни, тысячи раз, что это люди очень недобрые, к сожалению. Вот у меня есть правило, доброта, ум, красота. На мой взгляд, это то, что движет миром, в частности. То есть это вера в Бога, она включает в себя такие понятия, как доброта, по отношению ко всему и вся, к людям, к обстоятельствам, к событиям, жизни, событийности какой-то. И, к сожалению, надо понимать, что чем более человек верующий, тем более, и это объективно, по моим оценкам, тем более он злобен, его одолевают гордыня, стяжательство. Это негативные моменты, связанные с жизнью, жизнедеятельностью любого человека. И вот эта вера, возможно, попытка людей компенсировать какие-то свои недостатки, какие-то свои запрещенные Богом и верой мыслям, стремление не вдаваться, найти веру в то, что они все-таки люди хорошие, предстанут, в конце концов, перед Богом, они ходят, соблюдают посты, церковные праздники, ну и так далее, и тому подобные вещи. Я человек верующий, как я уже сказал, но не воцерковленный. Я, конечно, был на исповеди, может быть, немного раз, раза два, три максимум, нет, вряд ли, наверное, раза два, не больше. Был, значит, на исповеди, то есть причащался, но не очень соблюдая все эти церковные догматы, догмы. Тем не менее, я сейчас говорю даже не о церкви, не о вере как таковой, я говорю о людях, верующих людях. Они, к сожалению, недобрые люди. То есть в большинстве своем, если копнуть поглубже, они не исповедуют обычных человеческих, они исповедуют Бога, но не исповедуют обычных нравственных моральных принципов и законов, уже, понятно, идущих от Бога, но не Богом придуманными, а придуманными человеком. То есть те нравственные законы, которые диктует нам общество, они, конечно, основаны, хочу я сказать, на каких-то религиозных догмах, да, то есть вот не укради, предположим, или там не убей, не прелюбодействуй, борись со своей гордыней и так далее. К сожалению, эти люди подменяют выполнение нормальных человеческих, нравственных и моральных заповедей, они подменяют их верой в Бога. И чем более человек чувствует свою неблагополучность в плане обычных нравственных и моральных норм, тем более этот человек верующий, тем более он воцерковлен, чем больше он соблюдает посты, я не знаю, там, какие-то праздники отмечает церковные, тем более его можно назвать человеком нехорошим, будем так говорить. Если говорить о том, что, значит, люди представляют из себя в плане нравственности и морали, они менее нравственные и моральные, нежели обычные обыватели, ну, понятно, может быть, верующие, я сейчас речь иду о воцерковленных людях, то есть вот просто живущих в Боге, вот во всем этом, да, и это объективная реальность. Почему так это все происходит, мне трудно сказать. Человек стремится к Богу, стремится к какому-то развитию, совершенствованию, пытается подняться, достичь этого Бога, какого-то недостижимого блаженства, счастья, благополучия и, к сожалению, наказывается за этим Богом. Основная черта Бога – это мстительность, как это ни странно звучит. Чем более человек творческий, чем более он старается как-то изменить мир, что-то создать, построить что-то для других, создать что-то для других, тем более он окарывается, тем больше он неприятен Богу, тем больше Бог на него насылает каких-то болезней, неприятностей и так далее. Это я сейчас фактически цитирую Ницше, это все по Ницше, богоборца. Верующие люди – недобрые люди, к сожалению, это надо признать. Это практика, это конкретика, это практика. Если вы встречаетесь и общаетесь с каким-то воцерковленным человеком, товарищем, надо понимать, что этот человек неблагополучный. В плане этики, морали, я имею в виду этики, морали, нравственности и подобных вещей. И вера в Бога – это, конечно, несомненно, компенсация, воспитание, обучение этих людей. То есть они пытаются эти люди слепо верить, надеясь на то, что все это будет им искуплено, то есть Бог их простит, для Бога важен один раскаившийся грешник, нежели сотня праведников. Чем более человек нагрешит, эти люди чувствуют это, тем больше они помолятся, выполняют какие-то уставы церковные, тем легче и проще будет им попасть в рай. К сожалению, вот такова реальность. Чем люди более верующие, тем более они плохи в плане нравственности и морали. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!